На Беларусь 4 программа де-факто мы рассказываем о главных происшествиях за неделю, сообщаем правовую информацию и обсуждаем темы, которые касаются нашей с вами безопасности. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Ралли на общественном транспорте. 8 человек пострадали в результате столкновения автобусов в Гомеле. Уединились в машине и не заметили, как оказались в речке. Молодежь из России утопила в Днепре свою десятку. С топором на прохожих в Будокошелевском районе мужчина разбил в домах окна и покалечил двух человек. Безопасность на воде. Как отдохнуть и не пополнить статистику несчастных случаев? Репортаж Натальи Игнатенко. А также арсенал спасателей. Что делается работниками освода для людей и как охраняются пляжные территории? Поговорим с экспертом. И начнем наш выпуск с обзора криминальных событий и происшествий за последние 7 дней. В центре внимания наших корреспондентов оказались самые нашумевшие факты и чрезвычайная ситуация. Сотрудники Гомельской таможни пресекли попытку незаконного перемещения более 560 монет и около 30 изделий, в том числе из драгметаллов, относящихся к категории культурных ценностей. Гражданка России, исследовавшая в нашу страну из Украины, на автомобиле выбрала зеленый коридор на пункте пропуска Новая Гута. При проведении таможенного контроля в салоне и багажнике авто таможенниками обнаружены старинные металлические изделия, среди которых монеты, женские украшения и небольшие иконы. Эксперты отнесли предметы к категории культурных ценностей. Монеты были изготовлены из сплава золота и серебра, меди и железа. Они относятся к экземплярам черняховской культуры 3-4 века н.э. Некоторые из них отчеканены в России в период с 16 по 18 века. В одной из многоэтажек по улице Сверидова областного центра на втором этаже загорелась квартира. Прибывшим работникам МЧС удалось спасти одного жильца, проникнув внутрь помещения. Им оказался брат хозяйки 1961 года рождения. Однако не обошлось без человеческих жертв. Погибший злоупотреблял спиртными напитками. Накануне пожара также его видели выпивши. Квартира сильно закопчена. Огнем уничтожено имущество в одной из комнат-двушки. Не успел затормозить. В Гомельно-Реческом проспекте столкнулись два городских автобуса. Не обошлось без пострадавших. Инцидент произошел на остановке «Давыдовский рынок». Отмечается, что двигались автобусы в попутном направлении. Возможная причина – банальное несоблюдение дистанции. В больницу с отрясением мозга были доставлены пять человек. Еще троим понадобилась незначительная медицинская помощь. Вероятнее всего, не без алкоголя произошел курьезный инцидент вблизи деревни Горошков Реческого района. В Днепре отдыхающей молодежью был утоплен автомобиль «Лада». Пятеро приехавших в Беларусь россиян, парни и девушка отдыхали на берегу реки. Чуть позже двое уединились в машине. В какой-то момент автомобиль начал движение и, покатившись со склона, оказался в воде. К моменту прибытия спасателей ВАЗ-2110 уже полностью скрылся под водой. Водолазы освода обнаружили его на глубине четырех метров и в пятнадцати метров от берега, лежащим на крыше. При помощи лебедки машину удалось вытащить на берег. На все ушло два с половиной часа. Пострадавших нет. А вот у «Лады» оказалось немного помята крыша и разбито лобовое стекло. В Будокошелевском районе мужчина напал с топором на прохожих. Инцидент произошел вечером 2 июня. Дебошир начал сбить окон в домах в деревне Бацунь. Местные жители пытались остановить его, однако мужчина набросился на них с топором. В результате двое пострадавших с телесными повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы. Нападавший задержан. Причины и мотивы произошедшего выясняют следователи. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на убийство и особо злостное хулиганство. Расставили сети и попали за решетку. Двое мужчин приехали на реку Днепр в Брагинском районе. На резиновой лодке заняли позицию и забросили в воду три сети общей длиной около 300 метров. Им удалось добыть чуть более 50 рыб разных видов на 32 килограмма. Но улов домой привезти не посчастливилось. Сотрудники Брагинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира задержали браконьеров. В Гомеле в самом разгаре работы по ремонту, замене и гидравлическому испытанию теплотрасс. Поочередно целые районы областного центра остаются без воды. Отключение горячего водоснабжения не только приносит временное неудобство жителям города, но и вызывает рост числа обратившихся за медицинской помощью из-за получения ожогов кипятком. О том, как благополучно пережить отсутствие горячей воды и не стать жертвой ее подачи. Далее в материале. Экстренные службы бьют тревогу. Горячей воды стало меньше, но количество обращающихся за медицинской помощью для детей из-за ошпаривания кипятком в летний период каждый год стабильно на пике. 95% всех ожогов, которые получают малыши, происходят по недосмотру взрослых. Основная причина травматизма детей в быту – это случаи, когда дети остаются без должного внимания родителей и ошпариваются кипятком. Либо они тянутся за чайником с горячей водой, которая только что закипела и зазвенела. Либо это кружки с горячим чаем, оставленные на краю стола. Либо это случаи, когда родители во время отсутствия горячей воды кипятят ее на газу, потом несут ее в ванну по дороге, по той или иной причине они спотыкаются, цепляются. И случаи фиксируются, когда они обливают этой горячей водой своих несошлетних детей. В этот период необходимо еще раз напомнить детям правила безопасности при обращении с горячими предметами, в том числе плитой, электрочайниками и разного рода кипятильниками. Как правило, дети не чувствуют опасности, поэтому взрослым стоит заранее исключить все возможные случаи, уделять чадам максимум внимания, чтобы не искалечить жизнь ребенку и потом не корить себя всю жизнь. Данные травмы довольно часты и связаны, безусловно, с недосмотром родителей. Это обваривание кипятком в виде горячего чая, супов и частое использование горячей воды выше, которая превышает температуру, допустимую для температуры тела ребенка. В этом случае возникают ожоги. Ожоги иногда в большой степени. Так как организм ребенка очень чувствительен к воздействию термическому, то даже небольшие по площади ожоги могут вызвать шоковое состояние и развитие дохода смертельного исхода. Также надо отметить, что ожоги оставляют после себя. Ожоговые раны заживают с образованием рубцов, и данные рубцы являются неизгладимыми, то есть остаются на всю жизнь. Как правило, люди с ожогами второй и третьей степени сразу попадают в больницу на стационар. Затем еще несколько недель проходят амбулаторное лечение. Процесс выздоровления часто бывает болезненным, а раны залечиваются долго. Тяжесть страданий зависит не только от размера и степени полученных ожогов, но и от первоочередных мер, предпринятых сразу после получения травмы. Исходя из многолетнего опыта, в период отключения воды ежегодно увеличивается количество детей с родителями, обратившись за медицинской помощью. Если в обычный период это 2-3 человека, то в данный период количество может увеличиться до двух раз. Уважаемые родители, будьте внимательны сами, не оставляйте своих детей без присмотра. Если все же беда приключилась, никогда не используйте подсолнечное масло, жиры, крема для рук. Для этой цели необходимо рану охладить водой и обратиться за медицинской помощью. По данным осводов, в Беларуси на водоемах ежегодно гибнут сотни людей. В Гомельской области с начала нынешнего года утонули 13 человек. Причины самые разные от банальной неосторожности во время рыбалки до внезапных приступов болезни. Но чаще трагедия на воде становится следствием алкогольного опьянения, при котором человек не может адекватно оценить степень риска. О том, к чему приводит людская беспечность, сюжет Натальи Игнатенко. В этом году лето наступило строго по календарю. Вода в реках области быстро сравнялась с температурой черноморских курортов. К пляжному сезону все зоны массового отдыха на воде, а их в регионе около 50, приведены в надлежащее состояние. Инспекторы областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды провели более 200 обследований организованных зон отдыха и выявили 8 нарушений. Решениями городских и районных исполнительных комитетов утверждены 51 зона массового отдыха на воде. Все данные зоны отдыха благоустраиваются в настоящее время. Непосредственно за качеством воды в реках осуществляется санитарно-эпидемиологический контроль. Проводятся анализы как по химическим показателям, так и по микробиологическим. В случае превышения каких-то параметров данные зоны отдыха могут быть закрыты по ходатайству санитарно-эпидемиологических служб. На территории Гомельской области 15 спасательных станций, 13 постоянно действующих и 10 сезонных постов. Для работников освода приближение купального сезона означает активную работу по очистке акватории пляжей и созданию комфортных условий для купания. Как только сезон начинается, спасатели переходят на усиленный вариант несения службы. Дополнительно набирается штат матросов спасателей. Ради безопасного отдыха населения они дежурят весь световой день, не теряют бдительность и ночью. Сигнал о помощи может поступить в любую минуту. Мальчик этот 13-летний, ну там была скорая рядом, так что я там мое участие как бы на первом этапе и подолазы были. Вот и в основном скорая уже потом уже, мы его сердце завели, его передали в скорую. К случае какие, от маленькой царапинки у ребенка до инфаркта миокарда, тут и гипертонический кризм может быть, сохранить обид, и алкоголь напьянение, и при нырянии травмируются, ракушка открыто режутся, глубокие порезы. В общем, всякая разная ситуация, различная. Мы должны быть готовы ко всему. Это центральный пляж Гомеля. Излюбленное место отдыха и развлечений для многих горожан. В жаркую погоду здесь особенно многолюдно. В отдельные дни до нескольких тысяч человек. К вопросам безопасности на воде отношения разные. Нередки случаи, когда излишняя самоуверенность отдыхающих приводит к неоправданным поступкам. Нарушаются правила поведения на воде. То ли это при купании, купаются в запрещенном и непредназначенном для купания месте, то ли это происходит, допустим, с нарушением использования плавательных средств. В основном это самодельные лодки, непроверенные. Используются в запрещенный период порой нахождение на воде. Используются неразрешенные снасти. Все это делается по пыхах, бегом, быстро, чтобы никто не увидел. И зачастую вся эта спешка и плюс непригодное плавательное средство приводит к несчастью. Хорошо, если предупредить беду удается вовремя. Так, с начала лета сотрудники освода спасли 16 человек. Есть среди них и несовершеннолетние. При проведении планового рейда по водоему города Гомеля под руководством начальника Гомельской городской спасательной станции Криволуцкого Олега Александровича, было замечено, что трое подростков несовершеннолетних переплывают озеро Бурое в центральном районе города Гомеля. Примерно на середине водоема один из подростков стал периодически погружаться в воду. Наверное, закончились у него силы для этого. Долго не раздумывая, начальник станции разделся, бросился в воду, доплыл до этого подростка и помог ему доплыть до берега. То есть, проводимое мероприятие рейдовое помогло увидеть и спасти жизнь ребенка. Летом в жаркие дни хочется поближе к воде. Однако не следует забывать, что берег реки – это не только место для отдыха, но и зона опасности. А это значит, что осторожность вблизи водоема чрезмерной не бывает. Наталья Игнатенко, Сергей Лукашук, Андрей Иванов. Специально для программы «Де-факто». За удовольствие, как известно, приходится платить. Речь, слава богу, не о том, что пляжи в нашем регионе собираются сделать платными. А о том, чтобы не перейти черту, когда активный отдых может принимать фазу непреднамеренного самоубийства. А как иначе назвать тех, кто в состоянии алкогольного опьянения купается в воде и очень часто делает это ночью. Ведь помощь от нетрезвых друзей может и не прийти, и рассчитывать будет не на кого. И хоть в Гомельском регионе статистика утоплений самая низкая, но это не умаляет проблемы нарушения правил отдыха на воде. О том, какая работа проводится спасателями, поговорим со специалистом Гомельской областной организации «Освод» Владимиром Акулиным. Владимир Емельянович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, студия. Конечно, сегодня деньки не очень жаркие, но тем не менее, многие рассчитывают, что лето будет теплым и все-таки получится насладиться этими теплыми деньками и порадовать себя отдыхом на воде. Тем не менее, какие нарушения допускают люди и какие из них самые актуальные? Самое актуальное нарушение – это употребление спиртных напитков в зоне отдыха. 70-75% утонувших – это употребление спиртных напитков. О чем можно говорить, если в недавно в Реческом районе водолазы подняли после бурного отдыха утонувшего, и у него в крови было 4,2 промилле? О каком отдыхе можно говорить и о какой безопасности при таком случае? И таких случаев, к сожалению, не один. Большинство. Из 13 по оперативным данным на сегодняшний день с начала года утонувших – это 70%, которые употребили спиртные напитки и ушли на дно. Бравируя тем, что они могут купаться, есть такие, которые служили в морфлоте, особенно они отличаются у нас. Я моряк, я могу плавать, я переплыву и так далее, и так далее. Уходит раз, уходит второй раз в воду, на третий раз его достают уже водолазы. И, к сожалению, мы уже ничем не можем ему помочь. Ни скорая помощь, ни медицинские работники, которые дежурят на спасательных станциях. Но хочу сказать одно, что там, где оборудованы пляжи, а их у нас в нашей области 43, где несут постоянно службу наши спасатели, как на постах, так и спасательных станциях, за последние 15 лет не было ни одного случая, где бы утонул человек или мы не пришли ему своевременно на помощь, оказали эту помощь медицинскую, передали этого человека, терпящего бедствия, медицинским работникам, скорой помощи. Таких случаев у нас нет, к счастью нашему, что там, где несут службу, значит, там нужно отдыхать на оборудованных пляжах, в местах массового отдыха, где несут службу спасатели освод. Что можно назвать стихийным пляжем и почему так негативно к этим местам относятся сотрудники освода? Ну, у нас так приучен народ, чем ближе к дому, тем лучше, он думает, там отдохнет. Если пляж не оборудован, не прошли обследование пляж, водолазы не проверили дно, акваторию пляжа, то никакой гарантии нет, что там какой-то предмет вместе с паводком не попал в эту воду. Даже если он там всю жизнь купался, это не значит, что там на сегодняшний день безопасно. Через 2-3 дня после дождей, может, какое-то дерево поваленное где-то на обрыве стояло, течением его принесло в то место отдыха, где годами они отдыхали с семьями, с детства бывало, так отдыхали. Вот недавно показали по телевидению мальчишку, ну, не мальчишку, парня 20-летнего, который передвигается на инвалидной коляске, он говорит, я всю жизнь с детства там плавал и нырял. Он нырнул, сломал шейный позвонок и сейчас уже вот больше года находится в коляске инвалидной. И, в принципе, все, что он готовился, ну, 20-летний парень, представляете, вся жизнь впереди. И вот он остался инвалидом. И он просил даже передать, что и такой же случай был в Светлогорском районе нашей области, что тоже парень сейчас собирает деньги, чтобы пройти реабилитацию за границей. Но не есть гарантия такая, что это ему поможет. И вот так из-за халатности может остаться инвалидом на всю оставшуюся жизнь, нарушая правила и отдыхая в неразрешенных для этого местах, в диких пляжах и так далее. Это все говорит о том, что правилами безопасностями нельзя ни в коем случае пренебрегать. Ни в коем случае. Поэтому они вот эти правила охраны жизни людей на водах и приняты, и утверждены Совет Министром Республики Беларусь, которые нужно соблюдать. Если говорится, что нельзя плавать на надувных матрасах, значит, уже были случаи, когда гибли люди. В нашей области несколько лет назад такой случай произошел в Ветковском районе, когда мать, желая сделать приятное своему ребенку, взяла на матрас девочку, та соскользнула с матраса и ушла на глубину в яму 8 метров, где кругом было порядка там метр двадцать, метр пятьдесят в этом месте, где они отдыхали. Глубина воды, а они отдыхали на этом декомпляже. Именно там, где она соскользнула в воду, была глубина до восьми метров, и только водолазы искали уже вниз по течению этого ребенка. Думали, что ее унесло, она лежала в этой яме в восьмитровой глубине, это наш вот Гомельский район, Лопатина. Прекрасная семья, хотели сделать как лучше, а получился, как всегда у нас. Все нелепая случайность. Нелепая случайность, да, и гибель ребенка. Скажите, какое количество пляжей в Гомельской области сегодня находится под охраной, и как улучшается качество работы спасателей? На сегодняшний день 43 пляжа находятся в Гомельской области. Большинство из них принадлежат местным административным органам, но есть такие девять пляжей, которые в санаториях находятся, но там тоже прошли курс обучения матрососпасательный при осводе, получили удостоверение и несут службу, обеспечивают безопасность на этих пляжах для отдыхающих. Там, где мы последнее время отслеживали увеличение, или, можно сказать, происходили гибели людей, там, на Буром болоте, вот как мы его называем, в Гомеле, в городе Гомеле, были такие случаи на Фадеева, Чапаева. Это места, где наиболее часто происходят какие-то происшества? Да, наиболее часто, ну, периодичность какая-то есть. Вот по центральному району были случаи на Каскаде и озер, но местные органы власти приняли волевое решение, оборудовали эти пляжи, обратились к администрации области, чтобы они профинансировали, и мы уже освод выставили на этих пляжах, на оборудованных, проверенных, выставили спасательные посты, где несут службу наши матросы-спасатели, спасательные станции, медицинские работники. И уже в последнее время на этих местах нет никаких происшествий, то есть своевременно пересекаются случаи нарушения, и мы не имеем там вот в последнее время гибели людей. Там, где администрация района относится к пониманиям и благоустройством занимается, то люди идут на благоустроенный пляж, уже не ледут в какие-то кусты, в дебри, а отдыхают на благоустроенных пляжах, проверенных, где водолазы отработали свое перед началом купального сезона, где можно получить первую помощь как спасателей, так и медицинских работников. Есть связь налажена, то есть можно своевременно вызвать и подкрепление, и помощь. И это правда, это работает. Это работает, да. Скажите, а есть ли те места, допустим, может быть, из необорудованных пляжей, где все-таки по статистике, ну, самые такие опасные водоемы, где, ну, Козерное, Фадеево, Чапаево, Карьеры, все насельмаши. Там нет ни одного пляжа, 180 тысяч населения железнодорожного района, нет ни одного полностью оборудованного и приспособленного для культурного отдыха населения. То есть там люди купаются, но, к сожалению, и безопасность под угрозой. Вода, да. Нет обследований этих водоемов. В прошлом году на Фадеево-Чапаево пьяный уже 18 раз привлекался за употребление спиртных напитков к административной ответственности, скатился в это озеро на Фадеево-Чапаево и утонул. В этом году уже благодаря матросу-спасателю, который осуществлял патрулирование в зоне этого Фадеево-Чапаево этих озер, успел выхватить тоже пьяный, скатился под бугор в это. Если бы никого не было там со спасателей, то еще одна гибель была бы. Вот нужно оборудовать пляжи, нужно создавать условия для культурного отдыха наших граждан. И я думаю, что это еще сократит статистику по гибели людей на водах. Владимир Ильянович, а что касается детей? Ведь когда происходит трагедия, это действительно очень страшно, неприятно и, как правило, громко все об этом говорят. Как можно обобщить причины этих происшествий? Причины происшествий во всем виноваты взрослые, прежде всего. Которые оставили детей без присмотра. Которые своевременно не предупредили детей, что так делать нельзя. Особенно малолетних, что касается. По республике 8 утонувших детей с начала года. И все эти случаи только из-за взрослых произошли. Когда малолетний ребенок годик-полтора года остается без присмотра взрослых. И рядом находится какая-то лужа, водоем. Такой случай был. 20 сантиметров воды в карете было. Уже погиб ребенок в этом году два годика ему. Мать оставила без присмотра на какую-то минуту или, может, доли секунды какие-то, полоская белье. Рядом был ребенок годовалый, девочка утонула. То есть достаточно каких-то долей секунды отвернуться. И поэтому мы не должны ни на какое-то время. Иногда поручают престарелым родителям, чтобы они присмотрели за своими внуками. Которые, эти престарелые, сами нуждаются в присмотре. А им повручают малолетних ребенка, который может оказаться в воде. И он ничего не сможет сделать. Обращаюсь еще раз ко всем взрослым. Не оставляйте ни на секунду своих малолетних детей, несовершеннолетних. Инструктируйте, как вести себя на пляжах. Сейчас школьные лагеря в школах. Пожалуйста, обращаюсь ко всем руководителям, которые отвечают за тех детей, которые вам поручили на время летних каникул в школьных лагерях. Будьте внимательны. Не водите их к воде. А если и приводите, то только в те места, где работают спасатели. Где они проинструктируют. Можно будет провести купание, обеспечить им. Но под присмотром спасателей. Не рискуйте, пожалуйста, потому что в ваших руках жизнь наших малолетних детей. Владимир Емельянович, спасибо вам за конструктивный, важный и полезный разговор. Спасибо всем. Будьте внимательны, осторожны, берегите себя и своих близких. Ну а телезрителям напомню, что в студии программы «Де-факто» вместе со специалистом Гомельской областной организации «Освод» Владимиром Акулиным мы обсуждали вопросы безопасного отдыха на воде. И в завершении программы по традиции рубрика «Я очевидец». Вашему вниманию подборка происшествий, снятых видеорегистраторами и камерами мобильных телефонов людей со всего мира. Познакомились со слоном поближе. В Ботсване туристы на моторной лодке едва не ушли под воду после атаки разбушевавшегося слона. Видимо, никто из них не думал, что такой тесный контакт гиганту может не понравиться. Слон совершил несколько выпадов в сторону катера, но перевернуть его не успел, к счастью туристов. Впрочем, те явно понервничали и оставили животное в покое. А в Мурманскую область России вернулась зима. Там в городе Полярные Зори выпал снег. «Заснежило», рассказывает автор этих кадров. В ожидании лета находятся и жители поселка Ревда. Накануне там прошел снег. На улицах стало белым-бело. Вот такое начало календарного лета. На юге Китая взорвалась автоцистерна с жидким аммиаком. Как рассказывают очевидцы, незадолго до этого в нее врезался грузовик. Цистерна была почти пуста, однако даже небольшой протечки хватило, чтобы она взлетела на воздух. Водители успели отбежать на безопасное расстояние. Никто из них не пострадал. Сейчас дознаватели выясняют обстоятельства произошедшего. А это экстремальные гонки в Забайкалье. В машине участников взорвался бензобак. УАЗ преодолевал полосу препятствий, подпрыгивая на ухабах. И вдруг в салоне раздался сильный хлопок. Зрители увидели огненную вспышку. В кабине в момент происшествия были два человека. Оба получили сильные ожоги. В американских штатах Колорадо и Нью-Мексико бушуют лесные пожары. Очевидцы выкладывают в сеть видео с места событий. Власти начали эвакуацию населения. Пользователи сообщают, свои дома покинули примерно полторы тысячи человек. Со стихией борются при помощи авиации. Однако остановить распространение огня пока не удается. В Китае страус чуть было не сорвал операцию по спасению людей из затопленного водой грузовика. Это случилось во время сильного наводнения. Полицейским даже пришлось отбиваться от птицы зонтиком. Оказалось, что страус сбежал в ближайшие частные виллы и был напуган наводнением не меньше водителя и его пассажира. Уникальная операция по спасению попала в объектив очевидца из Латвии. Там спасатели на лету поймали женщину, которая прыгнула с четвертого этажа. Видео снял жилет с третьего этажа из окна квартиры, которого спасатели и совершили этот подвиг. А это дорожное безумие в Нижнем Тагиле. Ролик, в котором шокирует буквально все. Сначала Митсубиси, водитель которого словно сошел с ума, на огромной скорости нарезает круги задним ходом, постоянно выскакивая на газон. А потом драка, судя по всему, с летальным исходом. В соцсетях уже выяснили, к машине подбежал отец этого неадекватного лихача. Хотел образумить, а получил от родного сына несколько ударов. И они, как сообщается, стали смертельными. Бросили утопающему лестницу. В Индии местные жители спасли леопарда, который упал в колодец и не мог оттуда выбраться. Это произошло в заповеднике Садпура. Лестницу соорудили из бамбука и долго ждали, пока обессиленный хищник начнет подъем. И все-таки шаг за шагом леопард смог подняться наверх. Медведи атакуют. В этом году медведям просто не сидится в лесу. В печоре несколько косолапых постоянно выходят в пригород на поиски пищи. Сюда съезжается немало любителей полюбоваться на хищников и заодно пощекотать себе нервы. Об опасности подобных наблюдений предупреждают местные власти. Танцы в подвешенном состоянии показали экстремалы из Венгрии. Они устроили это на высоте нескольких этажей. Танцполом для любителей опасных прогулок послужила стена офисного здания в центре Будапешта. Обвязав себя тросами для промышленного альпинизма, две женщины и один мужчина совершали в воздухе смелые и красивые пар. Экстремальное шоу снимали на камеры GoPro. На глазах десятков зева и нескольких блюстителей порядка, которые стояли далеко внизу. Танцоры из Калифорнии называют себя в социальных сетях пионерами вертикального танца и заявляют, что готовы превратить сцену в любую стену. Такими событиями запомнилась уходящая неделя нашим корреспондентам. Смотрите де-факто и будьте в курсе уголовных дел и происшествий Гомельской области. Я Александр Гомоля благодарю за внимание. Увидимся в это же время ровно через неделю.